всем привет с вами монах синема у нас прицеп рабочий есть на котором мы возим мотоциклы но и прочее там отдыхать ездим он у нас поломался дело в том что вот эти стойки они держат перекладины и там болезнь такая вот такие вот штыри они просто ломаются вот здесь сломался штырь здесь сломался здесь сломан вот там я уже подворил сейчас я подворю там разберу до конца прицеп этот тент я уже снял это вот просто внутренняя обшивка потому что периодически иногда в прицепе спим вот тоже разобрал и будем делать ремонт так сказать то его прицепа здесь он перетер этот причал с цепью куда мы мотоциклы ставим ну в процессе работы буду показывать достижения которые происходят с прицепом а вот деревянные перекладины некоторые уже снял а некоторые еще стоят вот вот этот излом происходит из-за того что на кочках он качается и верхняя часть она периодически всегда ломается ломается и в итоге доломывается до конца и они вот упали там в стойке сейчас буду еще пытаться их достать оттуда пока все зимой снег навалил на крышу так что проводился саморезы которые там были я это все убрал поставил здесь болтики вот там вот дальше есть причал куда мы мотоцикл ставим для перевозки мотоциклов кроссов и сейчас я пытаюсь изготовить трап который будет вместе с задним бортом открываться пока этот выглядит вот так вот в процессе работы буду что-то новенькое выкладывать пока все и так вторая стадия подошла к своим завершающему этапу посмотрим что получилось изготовили рамку вот прикрутили к борту от борта открутили деревянный борт потому что он как бы не нужен шпильки эти отрежутся сейчас будет третий этап будем пытаться зашить этот металл ну и посмотрим что у нас получится дальше пока все короче делаешь 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 хочешь одно получается другое что-то я тут разошелся настолько что теперь даже не знаю где конец где край короче решил середину сделать сеткой из полосочек что я сделал разметил полосочки на одинаковое расстояние просверлил отверстия вот эти отверстия у меня были как бы центром вот потом распилил их дает до этих отверстий с одной стороны вот и вот в данном случае видите что получилось вот такая вот сеточка сейчас я ее обварю потому что она какая-то жиденькая и буду вставлять внутрь и потом проваривать конечно было проще сделать фанерой вот но как говорится мы не ищем легких путей пока вот получается вот так вот ну продолжим работать прицепчик вот так вот мне засыпала поехали на дачу семьей не вот такая оказия случилась по дороге сначала порвала корт вот не знаю как отлетела короче вот такая блестяшка только было осталось вот и оторвало этот как его подкрылок причем его оторвало так что видите крепеж вырвало и какое-то расстояние может быть километров наверно 50 мы проехали вот на таком колесе ну и уже когда она взорвалось я уже остановился поменял на другое просто блин что-то последнее время мне просто не везет колесами как-то так должно было случиться чтобы он весь этот корт отслоился вся резина просто жесть почему на том колесе то же самое произошло но наверное год назад может быть из-за того что прицепу больше десяти лет колеса на нем не менялись скорее всего из-за этого решил заняться ремонтом прицепа потому что надо на дачу ехать и пошел блин дождь и вот все к одному то колесо спустила то блин болты не откручиваются ломается то еще что-нибудь ну ладно сейчас колесико накачаем и начнем менять запчасти поломанные на прицепе потом посмотрим что получилось поехали вот этот кронштейн мы прикрутили сюда было проще пальцами залезть подержать гайку а вот в данном случае сюда не получается никак залезть не как гаечку с той стороны не подержать потому что рессора очень мешается и мне приходится делать интересную композицию из специального держака магнита и ключа одной рукой плохо получается показывать так попробую показать короче беру магнит вот так одеваю ключ и вот с таким макаром просовывать туда в отверстие и стараясь прикрутить вот сейчас попробуем прикрутить еще один болтик вот так появился он там не появился неизвестно вот вроде только пошел только пошел видите гаечки нету и он уже там одет и вот таким вот макаром прикручиваем все остальное все делаем на ощупь чуть-чуть наживляем чтобы одеть еще один третий но 3 вы уже поняли точно так же крепеж болтиков решил поставить вот так вот потому что это внутренняя часть крыла и здесь постоянно влажно постоянно тут но сыра и будет таких поэтому я решил что гаечки будут прикручиваться с этой стороны сейчас прикручу получилось ну вот так вот это стало выглядеть сейчас мы еще здесь поработаем с фонариками и все и в принципе его можно будет выгонять вот тут я конечно немножко накосячил когда спиливал зацепил чутка ну там и неудобно было она выкрученная такая была это было Продолжение следует...